Тем временем, внешнеполитическое ведомство Казахстана сделало заявление по ситуации в Афганистане. Текст размещен на официальном сайте МИДа. В документе говорится, что многолетний конфликт должен быть решен самим афганским народом. Казахстан призывает все причастные стороны обеспечить мирный транзит власти. Также в министерстве заявили, что поддерживают заявлению Совета безопасности ООН о создании инклюзивного и репрезентативного правительства, уважении прав национальных меньшинств и женщин, недопущении присутствия групп, представляющих угрозу другим государствам и соблюдении международного права. Выполнение этих положений должно стать необходимым условием для начала диалога с новой властью Афганистана, подчеркнули в ведомстве. Афганистан является для Казахстана пусть не главным экономическим партнером, но точно одним из важных в регионе. По данным аналитического портала Афинпром Киезет, за первое полугодие товарооборот между странами составил 230 миллионов долларов. 99% всей купли-продажи приходится на экспорт. Наша страна поставляет в Афганистан муку с начала года 65,5% всего объема муки, проданного за рубеж, отправлено именно в Афганистан. Также туда экспортируем немалую долю пшеницы 12%, а еще Казахстан поставляет в эту горную страну ячмень, жиры и масла, сахар, мучные кондитерские изделия, удобрения и текстиль. Отношения между двумя странами до захвата власти талибами развивались и по многим другим направлениям. Например, к 1 августа в нашем государстве насчитывалось 384 компаний с участием афганского капитала. Больше половины работали в сфере оптовой и розничной торговли и авторемонта. Также популярными были сфера обрабатывающей промышленности и сельское хозяйство. Что касается миграции, то за полгода в Казахстан прибыло 113 граждан Афганистана. Это почти 16% от всех приехавших в нашу страну из дальнего зарубежья. Больше прибыло только из Китая 121 человек. Впрочем, эксперты надеются, что приход движения «Талибан» к власти в Афганистане не окажет серьезного влияния на экономическое сотрудничество с Казахстаном. По мнению экономистов, для нашей страны все эти годы Афганистан был интересен прежде всего как рынок сбыта. А смена политрежима потребности населения вряд ли уменьшит. Все-таки продовольствие, товары первой необходимости. Специалисты называют это низкой эластичностью товаров, когда на спрос слабо влияют цены и социальная обстановка в стране. Особенно это характерно для государств с невысоким уровнем жизни. Смена политического режима в меньшей степени повлияет на наш экспорт. Что на наш экспорт может влиять действительно фундаментально? Так это политика казахстанских властей в первую очередь. Ну и особенности институциональной среды, которые сложатся в Афганистане непосредственно. Когда я говорю про казахстанскую среду, я имею в виду в первую очередь ограничительные меры, которые периодически вводит Министерство сельского хозяйства. Продолжение следует...